Мы будем, мы будем желать всего хорошего, любимому краю, спасибо говорить. Нам просто именинника поздравить, очень хочется и краю хлебосольному наш праздник подарить. Песни, слова поздравлений и пожелания звучали сегодня только для него. Краснодарский край именинник, ему 77. Для человека это целая жизнь, а для региона небольшая глава, которая состоит из взлетов и падений, побед и успехов. Богатейшая история региона со дня основания ожила на сцене. Культура, традиции, обычаи многонациональной Кубани в театрализованных постановках и музыкальных композициях. Эфирная студия одной из радиостанций переместилась в театр премьеры. Концерт по заявкам слушателей шел прямо на сцене. Лучшие коллективы региона сегодня поздравили родной край. Ко взрослым присоединились и дети. Впервые на сцену вышел сводный хор воспитанников детского дома «Станица Медведовская» и сотрудников Министерства социальной защиты населения края. Сегодня Кубань один из лидеров по защите детства. За последние несколько лет в регионе закрылись десятки детских домов, а сотни детей обрели новый дом и семью. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Все, кто собрался в зале, пишут историю Кубани. Учителя, врачи, механизаторы, спортсмены, инженеры, деятели культуры, люди самых разных профессий и национальностей. К ним сегодня обратился со сцены глава региона. Александр Ткачев отметил, что народ на Кубани трудолюбивый. Эти люди знают, сколько надо работать, чтобы добиться хороших результатов. Краснодарский край – лидер по многим направлениям. В здравоохранении, сельском хозяйстве, образовании, спорте. Эту планку опускать нельзя. Ведь наше благополучие в наших руках, подчеркнул глава региона. Мы дальше будем развивать социальную сферу, потому что люди – это наше главное богатство. Сегодня у кубанских врачей и учителей одна из самых высоких зарплат в стране. И у педагогов она выше средней по экономике края на 20%. В ближайшие годы она вырастет почти в два раза. Мы продолжим поднимать село, привлекать туда молодежь. В наших селах должна появиться современная социальная, спортивная инфраструктура, чтобы сюда захотели приехать работать и жить молодые квалифицированные кадры. Именно для этого и были разработаны две краевые программы – «Сельский врач» и «Сельский клуб». Наша задача – сделать одинаково комфортной жизни в крупных городах и в небольших сельских поселениях. Тех, кто трудится на благо Кубани, отличился выдающимися достижениями, наградил Александр Ткачев. Медаль за заслуги перед Отечеством второй степени, за выдающийся вклад в развитие Кубани второй и третьей степеней. Высшую награду Краснодарского края звания «Герой труда Кубани» из рук губернатора получили шесть человек. Среди них Константин Аверин, директор предприятия «Сады Кубани» из Ленинградского района. Он фактически с нуля основал уникальный производственный проект, который сегодня является одним из мощнейших плодовощных предприятий края. Продукция под маркой этой компании пользуется огромной популярностью и высоким доверием по всей России. Я испытываю чувство гордости за тот труд, который весь наш большой коллектив, более 400 человек, вложил в те прекрасные сады, которые мы создавали в 8 лет. Заведующему отделением онкологии и гематологии врачу-онкологу детской краевой клинической больницы Владимиру Лебедеву ежедневно говорят спасибо сотне благодарных мам и детей. Сегодня ему сказали спасибо от всего края. Лебедев удостоился звания Герой труда Кубани. Как признался он сам, для него это главное признание его работы. Я, конечно, трудился обычно в больнице, но мне кажется, что все мои коллеги и я рядом с ним, мы совершаем, конечно, подвиг, работая в таком тяжелом отделении и помогая детям с такими тяжелыми заболеваниями. День рождения Краснодарского края – это праздник для каждого жителя, для тех, кто внес свой вклад в становление и развитие региона. Как отметил Александр Ткачев, большого успеха можно добиться только общим трудом. Нашу долю выпали немалые испытания. Мы на передовой. И нам труднее всего. Кто-то нас любит, кто-то завидует, кто-то нас поддерживает. И прежде всего президент Российской Федерации, правительство Российской Федерации, они видят наш потенциал, они чувствуют Кубань. Нам нужна федеральная поддержка. Наша задача ни в коем случае не останавливаться. У нас есть команда, есть люди. У нас огромный потенциал. Мы должны удвоить, утроить бюджет нашего края. А с учетом санкций, с учетом сложной политической ситуации, сегодня у нас есть шанс, шанс накормить свою собственную страну. Друзья, впереди еще больше славных дел и красивых, очень важных для нашей Кубани побед. С праздником, любимая Кубань! Кубанская земля подарила миру много талантливых, одаренных людей во всех сферах деятельности и в разных направлениях. Ведь недаром говорят, где родился, там и пригодился. Краснодарскому краю сегодня признавались в любви все, от мала до велика. И дети на сцене, и люди в зрительном зале. Краснодарский край – это прежде всего малая родина. Родители здесь строили и так далее. Конечно, только самые приятные, хорошие, не только воспоминания, когда мы находимся за рубежом или еще где-то. Это все. Это наше детство, это наша юность, это наш взрывый возраст. И все на Кубани. Поэтому Кубань для нас все. Это бесконечный объект для гордости. Вот когда все жители края будут гордиться своей малой родиной так, чтобы нам завидовала вся Россия, тогда у нас все будет здорово. Мы все здесь живем, мы любим свой край. И хотелось бы только пожелать ему процветания, благополучия и всем нам счастья живем в нем. Богатство Кубани – это ее люди, жители пятимиллионного края, те, кто ежедневно трудится на процветание и развитие региона, те, кто приносит ей славу и победы, те, кто по-настоящему болеет за свою малую родину. Любовь и слава, небес простор, орел двухглавый и триколор, Великой жизни, ветра, стихи, миссии и шаг. На самой лучшей из всех монет, народ могучий и президент, Моя отчизна, моя Россия, моя душа. Елена Касабова, Артур Завада, Денис Перец, 9 канал Краснодар.